Привет, это Мария Гайдар, это мой видеоблог и, конечно же, я хочу поговорить про медицину. Ну и вообще часто спрашивают, а что же такая вообще сельская медицина и чем сельская медицина отличается от какой-то еще медицины. Я как раз вот хочу в первом своем блоге попробовать ответить на этот вопрос. Конечно же, нет никакой сельской или не сельской медицины, по сути медицина и медицинской помощи, она должна предоставляться людям в зависимости от их потребностей по медицинским показаниям и эти условия, они должны быть для всех равны и справедливы. Единственное, что для того, чтобы обеспечить, физически обеспечить доступ до таких же самых равных условиях, в сельской местности нужны совершенно другие усилия, совершенно другие мероприятия. Вообще такая проблема существует во всем мире, практически во всех странах, где есть крупные сельские территории, это Австралия, Канада, там сталкиваются с такими же проблемами и все время ищут какие-то формы, которые позволяют удлинить эту руку врача, дотянуть его до тех мест, где мало людей, дотянуть его до тех мест, где низкая плотность населения. Где-то это такая есть форма physical assistance, это как наше, ну похоже на наших фельдшеров. Где-то в Хорватии более активно используют таких сестер, которые ездят и меряют все данные по больным, для того, чтобы врач мог эффективнее работать. В общем, это другие меры. Другие меры для того, чтобы те же самые гарантии в этой были. Какая основная проблема в селе? Это, конечно же, нехватка кадров. Поскольку медицинская помощь, особенно первичная медицинская помощь, на 90% это наличие самого врача, его знания, мотивации, желания работать, то если есть врача, то мы никак не можем оптимизировать или повышать эффективность его работы. Мы не можем заставлять его оказывать гарантированный или не гарантированный объем услуг, потому что этого врача просто нет, не о чем говорить. Люди просто не могут реализовать свое право. Другая проблема. Если этот врач не появляется, то те врачи, которые остаются, они все работают с усиленной нагрузкой, гораздо более высокой, что означает, что они не могут эффективно выполнять свою работу. А это означает несколько вещей, что для пациента теряется смысл обращаться за этой помощью, и мы приходим к тому же самому. Они вызывают скорую помощь, не лечатся, попадают слишком поздно. Или если они, или врач, опять-таки, когда он не справляется, он может отказываться от какой-то работы, просто потому что это за пределами его нагрузки. Мы опять получаем совершенно не то, что нам надо. Поэтому главная задача – это и законы по сельской медицине, и мероприятия, программы которой – это сделать так, чтобы в село приехали врачи, чтобы те врачи, которые работали, получили новое оборудование, получили средства связи, чтобы в результате реформы медицины, которые есть, они получили заработную плату достойную. Мы считаем, что достойная заработная плата – это 20-25 тысяч гривен, и тогда они смогут нормально работать, тогда они будут готовы. Вот, собственно, на это и направлена программа сельской медицины. Сделать так, чтобы там был врач, у которого есть средства современные, и оборудование, и средства связи, и понимание, как ему работать вот в этой новой реальности, как ему более эффективно тратить свое время для того, чтобы получать больше результатов для пациента.